Пятикнижие Что? Бытие, исход Левит, число Таразакония Мы сегодня обратимся Третьей книге, Левит Седьмая глава Двенадцатый стих Я специально один стих взял Потому что он в середине Находится того, что нам говорят здесь Сегодня тему Хочется открыть, показать Углубиться в благодарность Молитва трех степеней Первое, просим А что просим? Посмотрите в молитвах Дай, помоги, сохрани Проведи Если ты верующий, ты садишься за руль Перекрестился, Господи, сохрани Ночью где-то идешь один Ты, Господи, защити Это все просьба Также молятся другие религии Когда люди есть, неверующие Я разговаривал с такими, которые претерпели В войну большие беды Совершенно неверующий был Но как началось, я сам не знаю Сначала мама закричал А потом, Господи, прости Так что хвалиться безбожнику нечем Еще нас ее рука не достала И вот мы считаем здесь Это закон введено в Израиле было Чтобы мы были благодарны Умели глазами обводить всю обстановку дома Друзей, близких Нужды И кто это все нам восполняет Почему люди такие сегодня сумрачные А благодарности нету Зато он говорит, просил ты А ничего нету Благодари Вот молодые люди обращаются Смешанные с елеем Получил столько времени Благодари Получил, благодари И тогда отверзется дверь Больше еще Господь тебе пошлет Я пошла в храм Даже никогда не думала Что в храме у меня разрежут карманы Бутящие люди Златоуст говорит Тогда было такое Сатана деньгами не нуждается Ему главное, чтобы ты возроптал А ты скажи Господи Я знаю, кто это сделал Если нужно Ты вернешь мне все это А нет, значит Они у меня лишние были А другая бабушка У меня разрезали А у меня там бетончик Салапановый И в нем деньги А они не могли прорезать Будьте благоразумны И что ей на ум это пришло Вы сейчас Я передаю вам И вы за это Бога возблагодарите За неведомого вам человека Двадцать два Двадцать Девять Тут Это полпредложения взято Левит читаем Особый ритуал был Какой хлеб Что там нужно было Чтоб человек это все запоминал Я сейчас буду говорить О том, что у нас есть За одно и то же дело Мы по-разному благодарим Деревенский И городской житель Это совершенно разные люди И в городе намного труднее Благодарить, чем в деревне Так Если приносите Господу Жертву благодарения То приносите ее так Чтобы она приобрела вам Благоволение Ну дальше говорит Благодарные жертвы Это сейчас Мы тратим время на это Внимательно просматриваем Мы будем говорить О душе и о теле Тело тут все понятно Напоить, накормить Дать поспать Чтобы никто не трогал Хватило денег До следующих авансов Под пенсии Все понятно А для души Что необходимо Душа тоже питается Она может заснуть И девы заснули Мы когда считаем это Мы должны применять На сегодняшний день Конкретно Уходите из дома Еще раз глазами Все обведите Все эти краники Закройте Сколько пострадало людей Когда водой затопили Почему? Я на кухне открыл Воды нету Ну забурщить Я подойду Изабелла У нас же была такая Сестра здесь Пришла и так у нее все И она вывод-то какой сделала А внизу живет еврейка Ох она нехорошая Она в суд подала Она ее залила А она нехорошая Видите Не в этом дело-то Дело в том, что Ты научись благодарить А в деревне по-другому Он сам колодец выкопал Никого не зальют Пять этажей не строят Вот рядом строят сейчас 21 этаж И представьте Что? Где-то свадьба Где-то ругань Где-то чужие люди Селку спать не дают А в деревне у тебя Это ничего нету Но ты там благодаришь Ты мне дал знания Я сумел построиться А здесь тоже люди Которые строили Вот это вот место Где мы находимся Ведь Это история целая Я вот сейчас Знаю, что в государстве Наше вот это Такое Это единственное место Почему Как-то батюшка Юмором сказал Хорошо, что брата Мы его посадили А то вы сейчас молитесь И негде было Видите как Господь это устроил Заранее зная Вот эти иконы Где? Это я был в Жерданвиле В монастыре Зарубежная церковь Около Нью-Йорка И там жил Какое-то время И они мне там Все буквально отдавали Я принес Каждую камеру Занес Тюрьмя, наверное Эти иконы Они хорошие Красивые А кто? А кто-то рисовал Кто-то придумал Вот то Что сейчас у нас в руках Азбука Такая хорошая Понятная для нас Бумагу кто-то изобрел Книгопечатание Слово Божие Учит нас Благодаритель за все Только если я не получил Повторяю слова Златоуса За все Мы не знаем Если бы по-нашему Было всегда Где бы мы были сейчас Хорошо, что вовремя Господь останавливает еще И не просто так А вот Господь нам показывает сейчас Какая пища Что тебе нравится Что в пустыне-то может нравиться А ведь им нужно было Каждый день Тысячу пятьсот тонн Это невероятно Тысячу пятьсот тонн Да не может быть Да это же Пояс какой Ну не забывайте Там от трех до пяти миллионов было И где в пустыне Не один день А сорок лет Это Господь все так делает Что мы задумались Какая математика Как у меня все это есть Тебе не надо там смотреть Чем там Такими пестицидами Травили продукты Которые Ты в деревне Ты сам И за это поблагодари А здесь я не строил ничего За строителей храма Вот который храм Мы молимся Это как бы не мэр города Вы знаете Владимир Мы молимся Помощник ему какой был Тоже Владимир Мы каждый день Молимся И в молитвах Вспоминаем Какие правители Как они были расположены Ничем нельзя объяснить Я ему никто Почитайте от него Какое письмо Он там на стенке висит Какие близкие отношения Бог устанавливает А он коммунист был Был Но он стал другим И он здесь приезжал Смотрел Как мы алтарь строим Подивился еще этому Как много было сделано Вот Надо Посмотреть Что есть на нас В Израиле было такое Даже ты пойдешь застан Туалетов то не было Да возьми с собой лопатку Да за рой А почему Потому что Среди вас Сходит Господь Вот Главное теперь Ропот исчезает Благодарение возрастает Потому что Среди нас Сходит Господь И вот Почему Хлеб Который приносит То другое Это памятная Жертва Благодарения Жертва А у нас так У нее Сын Дальнобойщик На север едет Ну трудно Сломалась машина Там пожар Он обгорел весь Ну он вернулся Живой Ну хотя бы Дайте знак Мы молимся каждый день А он вернулся А мы забыли Так не пойдет Ты благодари Бога Если ты попросил Молиться То скажи Мы молимся Каждый день За людей Которые Они близкого Нашего круга Мы каждый день Батюшке готовится Там поездка Какая-то сообщили Я так Примерно догадываюсь У нас взяли Так теперь Как на фронт Ну на военное Это мобилизация Это И у нас трое там Никита Александр И угрожков Максим Мы каждый день За них молимся Через два часа Интернет Там из Америки Там с Австралии Какие люди есть Мы их помним И батюшка спрашивает Никогда не спрашивал Вчера Есть ли новые заветы Маленькие С псалтырью Где они у меня там лежат Я понял Он хочет не себе Не своим только дать А и другим Поблагодарите Бога Какой батюшка у нас Какой заботливый Их взяли Ну и все Не все Теперь чтобы они не стали На другой путь Одного мать мне подходит И говорит Он слабенький у меня Помолитесь Чтобы духовное рождение Было у него Вот я вам сказал Какие имена Притом мы молимся В день Ну кто может Семь раз Пять раз И в молитве Незнакомые люди И всегда их повторяют Какое счастье Быть христианином Сколько у нас друзей Которые нас на руках Буквально несут Иисус Он и Вина 22-27 Но чтобы Он между нами И вами Между последующими Родами Нашими Был свидетелем Что мы можем Служить Господу Всесожжениями Нашими И жертвами нашими И благодарениями Нашими И чтобы в последующее Время Не сказали Ваши сыны Сынам нашим Нет вам Часть и в Господе Видите как Заботились Писали Передавали по наследству Такой-то человек Нам сделал Я не знаю Все нации Но приходилось Со многими жить И особо заметил Вот эти южные народы Очень благодарные Один рассказывал Здесь проповедник У баптистов Мы ходили у них И он говорит Ее прислали сюда С ребятишками Еврейка И я ей помог Устроил на работу Куда бы и не поехал Уже знает что я ее Да они не знают Меня куда посадить Что вам нужно Везде пробьют Вот нужно Это воспитать В детях В близких своих Чувство благодарности А то Когда Павел Перечисляет Люди будут Наглые Неблагодарные Хоть золотом засыпь Он будет свое То мало дал А другому больше Да что есть за то Благодарение Вот посмотрите Сегодня мы здесь все вместе А завтра может Кого-то уже не будет А мы все друг другу нужны Вот кто что это давал Кто что-то здесь сделал Кто-то писал Какую работу Нынешие летом сделали Их нет людей А мы заочно просим Господи Умножь их Намерение Ближе быть к тебе И через это Что мы помним Первое Паралипоменон 23.30 Паралипоменон Это Добавочная Переводится 23.30 И чтобы становились Каждое утро Благодарить И Словословить Господа Так же и вечером И при всех Всесожжениях Возносимых Господу в субботы В новомесячье И в праздники По числу Как предписано О них Постоянно Пред лицем Господа Это учеников Надо учить Как учителям Трудно работать Дисциплины Никакой нет Крещат Кидаются там Учебниками Вы детям Расскажите Вы не смотрите Ни на что Будьте благодарны Учитель На вас нервы тратит Родители Вас любят Я детям говорю Смотри Ты видишь Как ведро делается Не знаешь Нет А теперь Воду искуда поставить Посмотри Как окна Стекло Ты еще не родился А уже Господь Сколько всего Приготовил Ждал тебя Когда ты будешь здесь А ты взял Камень Бросил Разбил И пошел Иереми Иеремия Иерусалима 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 Большой Иерусалима Иерусалима Благодарит Благодарит За то Что у тебя Есть Напоминаю Что Как только Свадьба Сыграет Четыре года За четыре года Восемьдесят Четыре Шесть десятых Процента Разводов Подумайте Сколько детей Беспризорных И порадуйся Что тебе Бог это Открыл Что твои Внуки Не будут Беспризорные Так Матфея Пять Девятнадцать Двадцать Четыре Матфея Девятнадцать Двадцать Четыре Не завожу Вот это У меня Матфея Переде написано Вот Вот Пыши ногтя Не понимаю Ну ладно Тогда открой Вот эту Вот Пять Пятнадцать Да Ну пять Девятнадцать Матфея Ну Матфея Пятнадцать Пять Видимо И заплатки Нету Матфея Пятая Глава Девятнадцатый Сти Да Девятнадцать Двадцать Двадцать Четыре Да С девятнадцать По Двадцать Четыртой Пятая Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Это я по двадцатый прочитал. Так, Матфея 15, 36. Иван Григорий от Матфея 15, 36. Читать. И взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. Господь, второе лицо Троицы, и благодарит Отца. А мы как? Да вот не такой, даже у людей совсем ничего нет. Я недавно прочитал, знал цифру эту, но сегодня она много больше. Сколько людей умирает в мире от голода и недоедания. Прямо одни скелеты стоят люди. А у нас сколько хлеба выбрасывается. Надо Бога научиться благодарить даже за малое, за всякий сухарик. И помнить, а сколько людей, которые умирают от голода, а мы в таком преизбытке. Хотя бы вспомнить о них, а поделиться. А то сегодня никто как будто у нас не нуждается в этом. Деяние 24, 2, 3. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде со всякую благодарностью признаем мы, что Тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и Твоему попечению благоустроением сего народа». Римский правитель, и он благодарит, что так вот, все-таки, смотрите, на какой власти нету? Нет. Железные дороги травой не заросли. Смотрите, каждый автобус идет куда надо. Куда не придешь, столько людей, социальное обеспечение. Вот меня за руку водят. Ну, еще немного-то, но все равно-то, знаете, как это приятно. Разговаривают, смотрят. Добавку мне, как репрессивную добавили к пенсии. 620 рублей на месяц. И как мы там благодарили им что-то дать. Вот смотришь на это, а он такое руководство. Ну, ты будешь говорить плохо, что от этого изменится-то? У тебя только будет, дед. А ты вот его хвалишь. Ну, как хвалишь? Я не вмешиваюсь нигде. Правительственные дела. Дальше. 28.15. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апьевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Едем куда-то, приезжаем, гости встречают. Возблагодари Бога. Сколько радости. Сегодня я уже поговорил, кто в Омске живет, там я говорю, батюшка будет. Да рады-то как? Уже знают, знаете, какие наши там люди. Провести, отвести там, чтобы было. Он когда дорогой выезжает, я его в дороге встречаю, и там, и там Бога благодарят все. Вот смотрите, кого благодарить. Павел благодарит людей, которые встретили его. Так, я это беру себе. Теперь, тот благодарил правителя. Я буду Бога благодарить и за правителя, что благодаря вот такому. У нас вчера тут сколько было неприятностей. Дом-то ломают. А там кто-то пришли. Я видел, прошли трое с выдергами. И оттуда, как пошел дым, на площадь, вызвали пожарных. С какой скоростью они явились? Три команды. Огромные машины. Выскакивают ребята сюда. Что там делается? Оно рядом с нами. Плотной. Вот, когда пойдете. А после этого пришлось, они говорят, надо еще и полицию вызвать. И тоже там подольше пришлось подождать. Как они реагируют? Господи, как мы благодарны Тебе. Это все на сердце ложится. А я что сделал? Деревянный дом будет гореть. Вот такая температура. Зачем нам это нужно? Это у нас прямо вот сейчас было. И думаешь, спрашивают по телефону, где, что. И сразу делают. Вода пошла какая-то мутная. Я позвонил. Ну, тут кто-то сам подсоединялся. Видимо, захватывает песок где-то. Мигом приехали. Начинают разбираться, где видели. И власть-то, смотрите, как заботится. Не надо никаких лишних-то слов говорить. Лично меня это касается. Я это вижу. А другое. Вот мы стоим. А тут маленький асфальт. Вот так вот. И его подкидывают в машину. На Пушкинской. Я говорю, а почему же никто не... Да и звонить бесполезно. Я пришел домой. Позвонил. Через неделю пришел. Ровно все сделано. Вот как. А слушая кого-то, а это бесполезно. Нам ветки мешают идти. Мы здесь с братом взяли лестницу. И вот этот ряд, все ветки, которые по глазам бьют на тротуарном. Все пилили. Утром люди не везут. А сложили, да. Теперь увезут где-то. Ты сам постарайся не только сказать, а по возможности сделать. И люди будут благодарить. Смотри как. Я тут хлопотал, где валер здесь. И там какой-то профсоюз был. И вот так вот, высоко. И ни заезда, ничего нет. Я подал. И городская администрация как поднялась здесь, все. И сделали по ступеням. И как ребятишек завозили там эти коляски. И как люди благодарны. А теперь вообще как сделали. Ты вот глянь только вокруг. Сколько на это тратится денег. Это же не листья с березы падают. Римлянам. Первая глава, 8. 11,8. 1,8, наверное. 1,8. Двоеточие посчитал за единицу. Считай. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас. Что вера ваша возвещается во всем мире. Видите, за что благодарить Бога надо. А теперь скажи, а я вам благодарить не благодарю. Из-за меня не возвещается. Себе в укор это возни. А люди многие не знают. Вот сколько людей-то приходит каждый день. И у каждого бывает какая-то нужда. В последние дни прям. И все такое вот не знаю как сделать. Смирись. Господь знает, что ты не такой был. А теперь на твое смирение посмотрят другие. Зачем тебе это нужно-то? Ну а просто остановись сейчас. Это по семейным вопросам решают где-то. И возблагодари Бога. И он вернется человек этот. Ты начинай молиться. И римлянам. 1,21. 1,21. Ты вот видишь, Бог открылся. Сказал домашним всем. Бог зрит за всем. И они неблагодарны были. А нам есть за что благодарить. Вот как только вспомню, где мы были в детстве. Какое казалось нужнее. Ни одного ребенка. 10 ребятишек было в семье. Ни одного больного нет. Это просто удивительно. И тем более учиться с четвертого класса за 15 километров. Пешком там или на велосипеде. Два раза в день. Туда-сюда еще один раз. И остались все живы. Я вспоминаю учителей. Какие хорошие были. Где я учился. Сколько у Бога милости. Именно. Говорю. Да это был такой там. Он до меня был. Вот у нас интересно. Была миссионерская поездка. Развитие там. Амура было. И мы проехали. Вернулись. А на следующий год там развелось. А в этот год. Там на юге. Когда пришли. Говорят. А у нас тут такой потоп. В прошлом году был. Говорят. Три человека. Около трехсот погибло. Ну прорвало где-то. И нижние этажи. Где люди спали. Сразу землю. Она несет. И сразу все закрыло. А мы туда проехали. Ну туда. Пример-министр. Ездили. Как помочь. Кому я потеряю. Я разговаривал с людьми. Мы можем принять кого-то. Как-то. У людей неприятность большая. Работа вся закрыта. А долги растут. Как. Что делать. Ты всегда думай. Что у меня лучше. Чем у кого-то. Мне не надо об этом заботиться. Никакие долги не власти. И вот здесь говорят. Они не прославили Бога. Нам Бог открылся. Что бы ты ни делал. Ты славь Бога. 14.6. Римлянам. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест. Ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест. И благодарит Бога. Благодарить Бога И уже обвинения все отпадают А что это там мясное В какое время нельзя было Благодари Бога Ведь это мы даже совсем не задумывались Это простое молоко Я считал 96 элементов в молоке Единственный продукт на земле Который сварится без желудка Когда вырезают полностью желудок И все И пробовали искусственно делать Но сейчас до молекул узнают Не получается Никак не могут создать искусственно Надо чтобы прошло через То место которое Бог назначил И благодарить за это Бога Что от апостола написали 1 Коринфянам 1.4.9 Непрестанно благодарю Бога моего за вас Ради благодати Божией Дарованной вам во Христе Иисусе Потому что в нем Вы обогатились всем Всяким словом и всяким познанием Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас Так что вы не имеете недостатка Ни в каком даровании Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа Который утвердит вас до конца Чтобы вам быть Неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа Видите что оно перечисляет все За вас благодарю Что вы обратились к Богу Вот у нас сколько приезжает В прошлом году Не в прошлом, а нынче С ребятишками 17 человек Там 15, 16 Ну даже по 10 возьмем За 30 лет Что получается? Сколько Но люди издалека приезжают И свои тут были Сколько люди в это время покрестились Как у нас крестят Люди сегодня Брошюрки издают А фотографии наши Которые есть Батюшка стоит в воде Крестит Она брошюра на две стороны И открывается Ну так как не расположено Продают Кто-то сказал Так это Это же из потеряльки Священник сказал Ну убрать туда эти А их Игумен написал Ну Игумен назвать Игнатий Так интересно И все правильно Там слова Все правильно А картинка Главное На корочках Наша батюшка стоит И вот тоже Видишь как Автор избрал этого Потому что фотограф Батюшка стоит Люди стоят Которые Погружают Это все изображено Такое Фотография Ну ничего Бог силен сделать И это дойдет Когда-то Я стих не дочитал Девятый Первый коррект Четыре девять А ну давай До восьмого дочитал Верен Бог Которым вы призваны В общение Сына Его И Иисуса Христа Господа нашего Ну вот так Радики Первый Первый Конимферам Четыре А это Это считаем Да И вот Четырнадцать Четырнадцать Стих надо Почитать Первая глава Благодарю Бога Что я Никого из вас Не крестил Кроме Криспа И Гая Вот за что Бога благодарит Потому что И отвечать приходится Готовы были люди И не готовы И вот я Эти места Специально показал Где начальство Благодарит там Ты его Руководишь нами Благодарю Господи Что это открыто Благодарю Что вы это Помните Благодарю Что вы к Богу Обратились Ты себя окружил Вот этими Словами Благодарности И ты увидишь Уже некогда Будет роптать Первый Воля Божия Во Христе И Иисусе Заметите За все Благодарите Вот это вот Которые у нас Есть люди Приходили Тут помогали Где-то За все Благодарите Нравится Не нравится Потеряно Где-то За все Благодари Бога Богу нашему Слава Во веки веков Аминь Слава Слава